Приветствую вас всем, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я вместе с вами нахожусь на просторах игры Rhymen. Мы вместе с нашим безымянным героем находимся сейчас в лагере на болоте, тут бушует буря, и нам надо найти, чем же мы можем тут подзаработать или повысить свои навыки. Мы обучились с вами уже разделывать животных, и это хорошо. Ничего не трогай. Не трогаю. Всё, договорились. Форенса, давай поговорим. Ха. Не люблю лица, которые мне незнакомы. А у тебя, мордашка, ничего. Немножко припудрить, и хоть сейчас в бордель. Полегче, полегче со своими наклонностями. Ты боец, да? Мой учитель дал мне хороший совет. Пойми, что тебе нравится, и сделай это своей работой. Угу. Откуда ты знаешь, что я тут недавно? Кожа чистая, взгляд глупый. Ты же не первый тут. В этом храме куча золота. И дураки на неё слетаются, как мухи на дерьмо. Только никто тут не захочет поделиться с тобой своей долей золота Дона. А что Дон собирается делать золотом? Инвестируют в болотные земли? Может, пока мы и вынуждены торчать тут. Но это же не навсегда. Эти психи верующие когда-нибудь смоются. И Харбортаун снова будет нашим. Вот тогда увидишь. М-да. Что Инквизиция делает в городе? Слушай, Миляга, а ты туп как навоз. Город им нужен. Только в качестве линии снабжения. Всё дело в монастыре. Хрен их знает, что они там задумали. А тебе не кажется, что надо бы это выяснить? Если ты такой любопытный кретин, почему бы тебе не постучать к ним в дверь и не спросить? Посмотрим, останутся ли у тебя вопросы, когда они тебя загонят работать в развалины храма. Здесь живи, там умри. Знаешь, в океане полно прекрасных пустынных островов. Это тонко подмечено. А где Дон взял всё это золото? Видишь тот храм? Мы его заняли. И знаешь что? Там было полно золота и всяких артефактов. Теперь там стража. Огр и мы. Огр? Кругом. Храмы есть по всему острову. Так что шёл бы ты искать себе собственный. Просто приходишь и забираешь золото из развалин храма? Да, всё просто. Давай, попробуй. Сразу увидишь, как эти твари вылезают из развалин. Чтобы добраться до блестяшек, придётся их побить всех. Ну что, ты перебил всех тварей в развалинах? Что? Не терпится на них поглядеть? Ну ладно. У нас тут рядом есть развалины храма. Поможешь мне справиться с тварями, что там живут. А взамен получишь долю золота. Так я тебе и поверю. Тут явно подвох. А в чём подвох? Да нет никакого подвоха. Зачистим это место и поделим добычу. Врёт и глазом не моргает. Как делить будем? Пополам. Не верю. По рукам. Отлично. Иди за мной. Знаете, а мне интересно. Давайте сходим за ним. Так, тут клад. Надо запомнить это место. Ну, Лоренцо, куда ж ты меня ведёшь? Понял. Тут нас никто не увидит. Так что давай-ка поболтаем. О чём? Такие, как ты, источник неприятностей. Я таких уже встречал не раз. Так, то есть в храм мы не идём? Всё понимаешь. Тут только ты и я. И ты сейчас отдашь мне своё золото. Да ладно. Давай обсудим. Может поговорим об этом? Нечем тут говорить. Я хочу, чтобы ты исчез. Навсегда. Каждый хитрый ублюдок, который тут появляется, стоит мне доли золота. Ну, ладно. Давай с этим кончать. Доставай оружие. Вот, видишь, я же говорил, одни неприятности. Я надеюсь, мы справимся с ним. О, его удар помощнее моего будет. Ха вряд ли я тебя буду долго, если смогу. Ну, конечно. Так, неплохо. Тут, видать, как повезёт, как удар приложится. Переложится к нему. Так, так. Ох, неплохо. Вошёл совсем. Варенза. Давай, давай. Бей. Неплохо. Неплохо. Мы имеем шансы на победу, хотя я начал сомневаться в какой-то момент. Ох, неплохо. Ох, неплохо. Вот это уже менее хорошо. Хорошо, иди сюда. О, у меня выгодная позиция. Вот так тебе. Так, меч заберём. И добро заберём. А он ещё и жив. Вставай, слабак. Ну и чё? Как тебе моя мордашка теперь? Итак, ты всё ещё тут. Ты же меня так горячо приветствовал. Хочешь оставаться в этой дыре? Ну и на здоровье. Ну и ладно. Так, идёмте с вами тогда. Пособираем всё добро, что я тут заприметил. Ну и в дальнейшем более пристально осмотримся. Так. К воду я ещё доберусь. Смотрите, тут пивасик. Наверняка мне всё это пригодится. Вот там. Ого, это горы золота. Ничего себе. Какие ящики? Какие ящики? Ящики с артефактами. Что мы ещё можем везти? Проклятый Хокинс. Его рабочие должны уже быть тут. Я знал, что старому дураку даже с таким делом не справиться. Выходит, тебе нужно перевезти ящики, верно? Это не просто какие-то старые ящики. В них артефакты с места раскопок. Их выкапывают, приносят ко мне, а потом их забирает Дон. А, так значит, эти ящики предназначаются не тебе? Когда станешь важной птицей тут, тогда и будешь шутки шутить. А пока что заткни свой проклятый рот. Понял, что я стебусь, ну ладно. Что находится в твоих артефактных ящиках? Молокососы. Артефакты. А ты как думаешь, гений? Всё, что выкапывают в руинах, пакуют в ящики. Но держи руки подальше от них. Если тебе нужно золото, принимайся за работу. Работай на Дона, копай. Тогда с тобой поделятся. Я подумаю об этом. Я лучше выкопаю и оставлю себе. Я только что приехал, и никто меня не присылал. Лодырь. Споришь, что ты ни единого дня в своей жизни не потратил на честную работу? А ты потратил. Поговорим разумно. Я могу помочь тебе с этими ящиками. Думаешь, что можешь? Отлично. Тогда за дело. Нет смысла просить, если знаешь волшебное слово. Какое волшебное слово? Деньги. Эй, ты ведь не из инквизиции? Нет тут никакой волшебной ерунды. Куда тебе нужно перевезти эти ящики? На место раскопок. Но они должны быть здесь. Клянусь, что эти рабочие меня доведут. Понятно. Так, надо будет еще найти рабочих. Я помню, что там у бочки одного же видел. Где мы еще с правильным охранником общались. Надо еще с Рэйчел поговорить. Наверняка мне ей как-то надо мясо отдать. Помните, нам охотник тут дал. Но пока как-то не сложилось. Сейчас давайте немножко поразбираемся здесь. Постановим здоровье. И там, глядишь, что-то да прояснится. Может, с О'Кинзом придется поговорить насчет рабочих. Так, ну-ка, друг. Хорошо бы ты меня не беспокоишь. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Я бы тебе подзаработать дал. Тут у нас что? Какая-то арена, бойцовский клуб прям. Судя по всему, так оно, скорее всего, и есть. Так, тут ничего, да? Так, 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 так. Можно? Неплохо. Что ты там делаешь? Прячусь. Так от чего ты там прячешься? От работы. Верно. Пойми меня правильно. Я бы хотел работать, если только мог. Понимаешь, огромные твари появились на раскопках. Я не стану работать, пока они там. Я люблю свою работу, но не собираюсь за нее умирать. В этом лагере кто-нибудь что-нибудь делает? Пойми меня правильно. Я рабочий. Простой землекоп. Нет ничего интересного в том, чтобы копаться в грязи. Но это у меня получается лучше всего. Расскажи мне о своей работе. О раскопках? Ну, как я уже сказал, это, конечно, работа грязная. Но ее кто-то должен делать. А ты хочешь попробовать? Просто ищешь песчаное пятнышко на одном из участков раскопок. Потом втыкаешь свою лопату в землю и копаешь. Кто знает. Может, что-нибудь найдешь. Какие бойцы отвечают за охрану раскопок? Только Рикардо. Но я его здесь уже давно не видел. Не думаю, что его особенно волнуют рабочие. От него помощи не будет. Так, ну давайте я поговорю с ним. Ладно. Но не говори ему то, что я тебе сказал. Он почти такой же злой, как и эти твари. Так. Пока я не буду говорить, что... Все спокойно. Я как бы ни с кем не говорил. Но, по крайней мере, я... Общался. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Тут у нас что? Это просто... Обходный путь. Ладно. Тропка очень интересная. Давайте пройдемся по ней. Так, нет туда. Пока не пойдем. Хром, кстати, знаете... Какой-то очень уж здоровый, чтобы появиться за одну ночь. Из-под земли. Только вот... Только они уже это обещают. Так, Хоккинсу я ходил. Я не помню уже. По-моему, нет. Давайте зайдем все-таки. Рикардо еще найдем. Рикардо это не ты. Доминго. Рикардо. О. Ты же вроде должен охранять место раскопок на болоте. Да. Рабочий по имени Брэннон. Он говорит, он тебя уже заждался. А мне наплевать на рабочих. Понятно, почему тебя охранником сделали. Понятно. Придется еще поработать над этим. Так, ящики. Надо не забыть про ящики. Так. Оставь меня. Нет. Мы сказали, что на некоторое время город будет в безопасности. Они сказали. Так. Это... У меня есть что-то. Что? О. Ты не слишком напрягаешься. Поздняя пташка еще глазок протирает, а раннюю пташку уже коток доедает. Так мы же на болотах. Чего тут напрягаться? Дон просто позволяет тебе не напрягаться? Никогда его не видел. Беппо все время гоняет нас таскать ящики. И ради чего столько усилий? Ради кучки старого хлама. Хокинс мой хозяин. Если Хокинсу плевать, Беппо может хоть наизнанку вывернуться. А Хокинсу на все плевать. Верно. Эй, Дуайт. Начинай уже поднимать те ящики наверх. К Беппо. А кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать? Хокинс. Он не очень доволен тем, что ты тут простаиваешь. Неужели? Тогда пусть он придет сюда и выскажет мне это лично. Только он не сделает этого. Так что отвали. Так, ну ладно, Хокинс. Скажи свое веское слово, иначе начнется марда бой. После Фаренса это будет легко, я думаю. Этот парень, Дуайт, плевать хотел на твои приказы. Ленивый засранец. А если Беппо не получит свои сундуки с артефактами, то совсем с ума сойдет скоро. И какие идеи? Надо бы кому-нибудь задать Дуайту хорошую трепку. А то если он не вернется к работе, трепка ждет меня. Самое подходящее время для такого подхода. Только вот я драться не умею. И сам этого делать не буду. А еще кто-то удивляется, почему здесь все так паршиво. И не говори. Ладно, пошли устраивать трепку, Дуайту. Парень, ты сейчас об этом пожалеешь. Хочешь, чтобы я попросил тебя вежливо? Таскай, пожалуйста, ящики. Ты когда-нибудь слышал? Посмешишь, людей насмешишь. Хм, а ты слышал? Кто приказов не выполняет, тот пинок под зад получает. Хорошо, хорошо. Не надо повторять два раза то, что и так понятно. Я иду, ясно? А вот ты хорошо. Я уж боялся, что придется использовать волшебный пенгель. Да, магический волшебный пенгель. Легко и быстро заставляет всех работать. А типа, мило всего прочего, надо вот это все собрать. И раскопать вот эту вот фигню. Здесь что-то есть. Чем-то напоминает еще метод расколбок фейбл. Что у нас там? Хм, неплохо, ребят. Живем, мягко говоря. Так, тут у нас трава. Все, в принципе, пригодится. Давайте еще обрадуем сейчас и Бепп и Хоккинза. Достану. Жаль. Наверное, тебе будет интересно услышать, что Дуайт взялся за дело. Что? Серьезно? Это ж просто чудо! Отличная работа, да! Вот, возьми деньги. Твоя благодарность не знает границ. Так, неплохо. Пять золотых, правда. Хотелось бы более такой большой награды. Ну ничего, мы с вами поговорим. Сейчас с Беппом. Мужик, я надеюсь, ты в хорошем настроении. Я разобрался с твоей проблемой по перевозке ящиков. Правда? Спасибо. Приятно видеть, как кто-то действительно старается. Честно говоря, я не думаю, что Дону нужно все это золото. Вот, вот. Тут на болотах его и тратить-то особо некуда. Похоже на то. Так или иначе, я в настроении быть щедрым. А я чуял. Вот тебе, в счет твоей доли. Молодец. Бепп от Тейп. Сделал правильно выбор. Инвестиции в меня всегда окупаются. Так, ну мне надо Поккинсу вернуть еще того парня, что слышит всякие голоса. Это раз. И того, который охранником не может договориться. Но для начала давайте осмотримся. Я смотрю тут, возможно, еще что-то есть. Ну, еще один рабочий, похоже, да? Привет, Луис. Ты тут один? Что? Ты тут один, говорю? А, да. Не ори, я не оглохнусь. Да ладно. Ты не видел мою... Мою... Стеклянную штуку с пивом, Которая бьется, если уронить. Бутылку, что ли? Бутылку, что ли? А я что сказал? У тебя с ушами беда. Знаешь об этом? Бутылка тут была. Вот тут. Не. Там. Где-то. Ты перебрал. Ну и что? Лучше быть мертвецки пьяным, чем просто мертвым. А мы все равно все помрем скоро. Погоди. Вот появятся бурые мантии. Мы все будем... Все равно, что покойники. Бурые мантии? А, ага. Белые мантии. Белые. Инквизи... Инквизиз... Инквизиция? О, точно. Что белым мантиям нужно в болоте? Они же все перепачкаются. Хрень, какая это болота. Тебе не кажется, что тебе уже хватит? Хватит? Мне еще мало. Что можешь мне рассказать про лагерь Дона? Могу сказать, что там через пару дней сам начнешь за воротник закладывать. Если б ты там был, то был бы прям как я. А что там такого? Толпа мер... мер... мерзавцев. Все время друг другу глотки режут. Никому там верить нельзя. А хуже всех, Брогар. Вот это негодяй. Всем негодяям негодяй. Что ты можешь мне рассказать про них? Они везде. Пришли через море с материка, а теперь тут болтаются на острове и все портят. А ты встречал белую мантию? Ты псих, что ли? Я б бежал, как резаные крысы, если б увидел их. Охотно верю. Ну? Где же эта хреновая бутылка? Верни мне ее мерзкое болото. Да. Расскажи мне про Брогара побольше. Он там всем заправляет в этом месте. Ох, вы... Официально? Официально. Официально, да. Официально он тут начальник воинов, назначенный Доном. Только это не все. Но за что он стоит. Что его себя боятся? Даже его собственная тень. Это потому, что Брогар хочет занять место Нуна. Ее как хочет! Точно. Ты, похоже, про Брогера много знаешь. И не говори. Причём не только про Брогера. Принесёшь мне пиво ещё, я тебе и не такое расскажу. Я принесу тебе пиво. Будем надеяться, я тебя смогу понять после этого. Посмотрим. Вот тебе пиво за информацию. Принёс. Ты прекрасен. Что ещё ты знаешь о Брогере? Ты разговаривал с этим ублюдком? Нет. Он ублюдок, да. Он в лагере. В лагере? Спасибо. Ага. Вот тебе бутылочка. Спасибо тебе. Сэр, вы настоящий танк. Луна, поэт. Они какую-нибудь засранец. Спасибо. Так, ладно. Пока что у меня к тебе нет вопросов. Пожалуйста, какая. Чуть позже, короче, обратимся, потом к нему ещё. Пока что, давайте осмотримся. Сыкотно. Сыкотно. И я ничего не могу разобрать. Давайте пока уйдём. Такое ощущение, что тут буря всё время. Поговорим с Брогером, может? Эй, ты. Разве похоже, что я хочу с тобой поговорить? Ого. Ты что, не в себе? Болтливость и глупость тут не в части, особенно от рабочих. Неужели я выгляжу как рабочий? Может и нет. На тебе нет толстого слоя дерьма. Хватит вопросов. Жрать хочу. Принеси мне жареный окорок от Рэйчел. Кухарки из кузницы. Заносчива, конечно. Но хороша. Да он настоящий везунчик. Ещё бы не захотелось. Общения. Сидеть всё время с ним в этом храме? Ты знал, что Рикардо не стоит на своём посту возле места расхопа? Что за сказки ты рассказываешь? Просто пытаюсь быть полезным. Пока я не дам такого приказа, не суй нос чужие дела. Сам иди за своим чёртовым мясом. Мы показываем зубки, верно? Ничего. Скоро из тебя выбьют это упрямство. Ребята, ну-ка преподайте этой рыбке урок вежливости. Мальчики у меня с норовом, но честные. Ну, они с норовом. Кто? Что, Рыбка, испугалась? Бывало и похуже. Чё-то я не вижу, что меня кто-то пытался побить. Рогар говорит, тебе надо преподать урок. Наступило время преподать тебе урок. Время пронивать кровь. Продолжай. Слушай. Давайте отступим. Надо восстановить здоровье. Так, клавы на тебя. Я ещё вернусь. Убери эту штуку. Да без проблем. Так-то лучше. Так, у меня есть жареное мясо. Хлеб, давайте всё съедим. Так. Что бы ещё съесть ТП? Окорочка пожарим. И воду попьём. И воду попьём, я совсем забыл, что здесь здесь плохо пахнет. Тот парень крут. Так. Тот парень крут. Тот парень крут. Тот парень крут. Что, ты действительно будешь со мной разговаривать? Тот парень крутит. Тот парень крутится. Тот парень крутит. Потап. мысль или нет ничего почти не вижу субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...